в школу Луховицкого района. Ребята пели песни, читали стихи, демонстрировали солдатскую выправку, умение танцевать. Благодаря обучению в кадетских классах они растут здоровыми, всесторонне развитыми, гражданами, любящими свою родину. Вопросом патриотического воспитания молодежи сегодня уделяется большое внимание как на уровне Луховицкого района, так и всего Подмосковья. На этом своем выступлении акцентировал внимание зампред правительства Московской области Владимир Барсуков. Он выразил благодарность всем, кто поддерживает кадетское движение и кто участвует в нем. Это надо иметь смелость, иметь, в общем-то, мужество, чтобы детишек отправить на учебу, не простую учебу, но тем не менее, честно говоря, я горжусь такими людьми, как вы, потому что уверен, что из ваших детей вырастут настоящие защитники Отечества, настоящие люди, которые будут любить своих родителей, любить свою родину, ну и будут жить достойно. Спасибо вам огромное. О работе кадетского подразделения в Выкопанской школе рассказал его командир Ильяс Шарафиддинов. Ребята изучают тактику, военную топографию, инженерную, физическую, строевую, огневую, военно-медицинскую подготовку и другие дисциплины. Выкопанские кадеты принимают активное участие не только в районах, но и в областных мероприятиях, добиваются впечатляющих результатов. Такая учеба помогает ребятам поверить в себя и свои возможности, дает силу, способствует выбору правильной цели в жизни. Далее Ильяс Шарафиддинов прочитал стихотворение о крепкой военной дружбе. Нет, погоди немного, майор на секунду встал и, как в детстве, двумя руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя я туда посылать не рад, но как отец, ответ не отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Ленька и обнял его в ответ. Отцовский мой долг и право сыном своими рисковать. Раньше других я должен сына вперед послать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто у нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Всю ночь, шагая как маятник, майор глаз не смыкал. И вот по радио утром раздался первый сигнал. Все по порядке, добрался. Немцы, левее меня, координат 3-10, скорее дайте огня. Орудие зарядили, майор рассчитал все сам. И с ревом первые залпы ударили по горам. Второй сигнал по радио. Немцы, правее меня, бейте 4-10 и не жалей огня. Залетала земля из скалы. Столбом поднимался дым. Казалось, уже оттуда никто не придет живым. Третий сигнал по радио. Немцы, вокруг меня, бейте 4-10 и не жалейте огня. Майор побледнел, услышав 4-10. Как раз место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавши обиду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. В атаку пошла пехота. К полудню была чиста от убегающих немцев проклятая высота. Повсюду валялись трупы. Раненый, но живой, был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что нас пехом завязало, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Он был такой же, прежний, спокойный, молодой, все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Подробно о работе по военно-патриотическому воспитанию проводить.